Почему очень много людей верят в красные нити и продолжают вешать красные ткани на свои автомобили и дома в надежде на то, чтобы защитить их от сглаза. И на самом деле все это является демоническими практиками. Я вам сейчас докажу это. История вообще началась еще во времена Моисея, когда Бог начал казнить египтян за то, что они удерживали израильский народ. Бог повелел Моисею принести в жертву ягненка и кровью смазать косяки домов. И он сказал, когда Господь пойдет убивать египтян, Он увидит кровь на перекладине и дверных косяках и пройдет мимо этих дверей, не позволив губителю войти в ваши дома и умертвить вас. И только кровь ягненка на косяках дверей защищала от духа смерти, который вышел в эту ночь, чтобы поражать первенцев в земле египетской. И дьявол со временем убедил людей в том, что сами предметы красного цвета являются защитой от сглаза или от злых духов. Но Бог предупреждает в своем слове, не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш. И когда человек обращается за защитой или исполнением желаний к изделию рук человеческих, это является идолопоклонством перед Богом. Если во времена Моисея защитой от злого духа была кровь ягненка, в наше время защитой от демонов является кровь Иисуса Христа, потому что написано, ведь вы знаете, что не такими тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, но драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного ягненка. Иисус принес себя в жертву, чтобы своей жертвой и кровью оправдать тебя и простить все твои грехи. Он понес твое наказание за твои грехи. Ведь написано, как Иисус был казнен за воротами города, чтобы осветить народ своей собственной кровью, в нем мы получили искупление его кровью и прощение грехов по его бесконечной благодати. Поэтому Иисус умер для каждого из вас, не только для русских, не только для христиан, но за каждого человека. И если ты поверишь и примешь его жертву, поверь, твои грехи будут прощены, и он даст тебе новую чистую жизнь, и его кровь будет защищать тебя от всякого сглаза и от всяких демонических сил.